Российские санкции это катастрофы для латвийской транзитной отрасли, говорят автоперевозчики. Ведь примерно 80% латвийского транзита из Европы идет именно в Россию. Запрещенного теперь к возу продовольствия среди груза немало. С транспортниками сегодня пообщался Сергей Герасимов. В транспортной фирме средних размеров 39 машин. Все 100% идут на Россию. Раньше это было примерно 10 машин в неделю. Теперь грузопоток на восток сократится примерно наполовину. А начальство фирмы вынуждено будет думать, как сообщить своим шоферам-дальнобойщикам, что в выходных дней у них теперь станет больше. Мясо, рыба, молочные продукты. Это как раз то, что латвийские транспортники возят в Россию из Латвии и из других европейских стран. И как раз те товары, которые попали под российское эмбарго. Вкус санкций местные транзитники почувствовали уже на прошлой неделе, когда на границе с Россией развернули несколько грузовиков с сухим молоком. Новые запреты – настоящий удар, говорят здесь. Эти санкции, они не катастрофа для перевозчиков, потому что все, кто возили эти продукты, которые сейчас запрещены возить, люди останутся без работы. В нашей отрасли работает десятками тысяч людей, которые сейчас останутся без работы. Например, мы возили сухое молоко, 5-7 грузов в неделю, которые сейчас запретили возить. Мы остаёмся где-то без 25 грузов в месяц. Для нашей фирмы это большой объём. И без того непростые отношения между Латвией и Россией следовало беречь, считают транспортники. Ведь переориентировать поток грузов с востока на запад не так просто. У нас много, да. И в Европе тоже есть перевозчики. Без нас поляки, литовцы, на соседе эстонцы, которые все с этих санкций терпят. В Латвийской ассоциации логистики пока не берутся предположить, насколько сильным ударом для всей отрасли автотранзита окажутся эти санкции. Лишь говорят, что снижение товаропотока чувствуется уже с весны. И не исключают, что эмбарго в конечном итоге распространят и на другие группы товаров. Министр сообщения Анрейс Матис говорит, что бить с тревогу пока рано. Пока ещё трудно представить, какое влияние эти санкции окажут в первую очередь на местных производителей, переработчиков мяса и молока. И какие убытки понесут транспортники. Но я не думаю, что речь может идти об очень большом влиянии. Ведь экспортные рынки можно поменять. Куда-то же этот товар везти придётся. Уже завтра утром министр намерен встретиться с представителями транспортной отрасли, чтобы обсудить ситуацию.